добрый день меня зовут татьяна на канале пушистой крестики я рада вас приветствовать я давно не снимала видео к сожалению у меня нету сейчас возможности вышивать много снимать особенно днем есть возможность снимать вечером но не всегда это удобно не всегда видны краски работ поэтому сегодня у меня замечательный шанс чтобы показать вам что я вышивала за ноябрь декабрь это будет всего лишь две работы две с половиной этом еще покажу чуть прогресс по домику своему и покажу вам покупки из магазина silver needle также вставлю видео из этого же магазина так как там экспозиции поменялись поэтому я думаю вам будет интересно посмотреть его еще один раз потому что уже подобное видео у меня есть давайте приступим в моей первой работе вот такая викторин пуз шестая подушечка в моей коллекции вы их можете видеть здесь все шесть но это я уже буду показывать их каждую поближе только кодом но теперь покажу вам вот эту последнюю не помню где вверх где вниз она у меня на втором месте вообще вот вот эти три подушки самые у меня любимые вот эти три и вот первое наверное это вот это потом вот это потом вот это для меня ну и те остальные как бы я их люблю все но вот эти три для меня прямо не супер красивые и вот эта подушка меня очень удивило когда я начала вышивать потому что на превью на смотрите ужасно посмотрите превью готовы работы это вообще просто небо и земля я когда ее вышел а я просто была в восторге от подобранных цветов бисера от того как вот эти цвета сочетаются здесь практически нету крестиков здесь крестики только вот немножко здесь немножко здесь среди не тут крестиков практически нет в основном везде бисер и это единственная подушка в которой использовался бисер петит и использовались вот эти вот висюльки мне кажется самые длинные за счет того и как бы длинные и много цветов них в других я так думаю что использовать это три цвета здесь использовалось 4 и она конечно божественная не знаю если вам видно на солнце на переливается или нет в камеру передает или нет мне в живую как бы очень красиво видно она восхитительно ну я так вот сшивала как все свои подушечки криво косу но это меня вообще не смущает никакой образом я ее люблю я рада что у меня в этом году вышелось хотя бы 6 подушечек так как ангелов я от мелхил не успела так как так сказать вышить осилить их но следующем году у кого вот есть желание вышивать эти подушки кто любит мелхилл обязательно их покупайте их еще можно в принципе найти все главное поискать и мне кажется вот эти вот эти три продаются на 1 2 3 стич эти можно тоже поискать периодически появляются на ebay и просто по магазинам как бы они есть вышивайте потому что это восхитительно я по-другому сказать не могу давайте по материалам но нитки я храню вот так из всех не то хватит абсолютно наверное только не хватит может быть белого потому что бисер пришивался все остальные все хватит сто процентов и бумажка про экстрамагнит бисера не хватит на второй отшив потому что его используется очень много может быть ярко красного хватит но остальных нет очень кажется так много остатков но нет всего бисера не хватит он конечно очень красивый и говорю вот в пакетиках тебя как-то смотрится какая-то фигня извиняюсь по-другому не скажу я когда начала ее вышивать потому что вышивала я ее последнюю мне было ну ладно вышью уже потому что надо же вышить все шесть и когда я начала вышивать я просто обалдела того как бисер красиво подобран как он красиво смотрится в пакетах он вообще не смотрится а в живую конечно да вышивается подвините здесь схема в принципе все как всегда ничего тут прям такого супер нового нет поэтому долго задерживаться не будем ура я вышел эту серию и я счастлива честно могу сказать я счастлива потому что я вышел эту серию следующая моя работа это была на редкость покупка как сказать на редкость что имею ввиду это была покупка и на редкость сразу же начатое потому что обычно я покупаю ничего не начинаю это dimension вот такой индийц чудесный просто великолепный я его обожаю когда его просто получила я подумала что он меня полежал наверное это два дня возле кровати я подумал что нет я должна его начинать потому что это просто восхитительно восхитительно давайте я покажу вам материал наверное а потом покажу саму работу нитки цвета здесь сумасшедшей красоты среди оттенки хватит на второй шейф потому что вообще дизайн вышивается в 3 нити я вышивала в 2 не люблю вышивать стынете слава богу я вышивала в 2 ничем не хуже как бы все стандартно схема этот вот про это я потом еще расскажу видите схему но я зачеркиваю схему поэтому карандашов фломастер но это не беда вот и собственно говоря давайте посмотрим на саму работу она была на равномерке очень красивого цвета и вот готовый результат я его немножко так чуть-чуть совсем погладила чтобы сильно над ними не издеваться я все равно его не буду сейчас оформлять но буду оформлять потому что мы переезжаем в дом у нас будет теперь место куда я могу это все повесить вот чему несказанно рада и я хочу его оформить вот такая прелесть получилось давайте покажу вам поближе он очень легкий здесь вот практически везде полукрест крестом вышивается только его лицо вот эта часть и вот здесь вот эти вот перышки и украшения все остальное все полукрест и тут бэкстич красота здесь есть выкладная нить которая делала впервые я прошу прощения за свой голос я болела и он меня периодически пропадает поэтому немножко придется вам потерпеть в этом видео такую старушку бэкстич выкладная нить здесь засмотрелась простите здесь практически все вышивается полукрестом расскажу вам здесь про вот эти ой простите когда долго видео не снимаешь прям как-то тяжело в это все войти вот этот элемент это вообще самая наверное тяжелая часть этого дизайна и самая нудная потому что я его вышивала часа три с половиной вот этот вот кусочек я вышивала вот это вот просто вот этот вот элемент я делала три с половиной часа сейчас я до него дойду здесь вот выкладная нить вроде бы неплохо получилось точнее здесь не выкладная не здесь кординг кординг да наверное кординг это называется но я его крутила и потом так пришла я не знаю как это правильно называется здесь просто как бы такой лонг стич в шесть нитей здесь бэкстич как бы везде все остальное бэкстич давайте расскажу вам про вот этого пушистого элемента конечно когда есть мне катя сказал точнее я жаловалась что я прям сейчас с ума сойдут вот делаю этот элемент и она мне говорит а чего ты его не вышла в виспером светлым и не просто не расчесала я вот когда ну да хорошая идея что я рекомендую сделать всем хотя как бы такого вот эффекта не будет но три часа с половиной мучиться это я скажу вам еще то удовольствие поэтому если бы я не начала вышивать просто я уже вышла где-то вот столько потом думаю нет я сейчас буду распускать и опять выспером делать я сойду с ума здесь как он делается в принципе как бы я прочитала поняла в принципе все понятно он сам по себе делается не тяжело но тяжелая часть в чем потому что он делается видите в каждую вот эту вот строчку он не через клеточку делать он делается в каждую строчку практически в каждую клеточку через одну в общем их надо наделать и не за миллион на один квадратный метр чтобы получилось сантиметр точнее что получилась вот такая красота кабы здесь очень много я не считала их вот мы просовываем нитку делаем такой вот лоб закрепляем нитку с вот этой стороны выводим сюда и как бы продолжаем в принципе здесь все расписано понятно несложно потом вот эти штучки таки получаются и мы их разрезаем но в чем прикол я советую для тех кто будет вышивать этот набор хоть когда-нибудь я советую делать вот эти вот штучки начинаете делать снизу вот вот отсюда и потом эти наверх не сверху вниз потому что их потом очень тяжело держать они падают на вот эти клеточки в которые на новенькие не зашиты и очень тяжело потом их поднимать держать потому что вы же их не делаете полметра да где там можно закрепить вы и сделать такие не не супер длинными и это очень трудно я сделал два так ряда поняла свою ошибку начала снизу и к допустим когда вы сделали ряда 2 разрезайте их сразу не разрезайте их все в конце потому что говорю их там штук 150 200 и когда ты начинаешь их разрезать в конце какие-то это пропускаются потому что же не разрезаешь каждую штучку я так продевала ножницы как бы надевала там сколько их там 56 и разрезала но тоже много пропускала потом психовала но в общем делайте все постепенно вышли вот эти вот такие хвостики разрезали потом вышли разрезали так вам будет проще но конечно получается очень красивый эффект такой видите пушистости он у меня неравномерный я не знаю его можно подстричь сделать равномерным но я не хочу ведь он получается таким вот пушистиком сзади он выглядит вот так потому что здесь прям в каждую в каждую в каждую вот эту вот продевается у меня изнанка некрасивая но мне как-то без разницы сейчас на вот такая красота у меня получилось я этот сюжет просто безумно люблю обожаю все своей душой ко мне еще едет один сюжет из далекой страны другого континента но об этом я расскажу вам позже тоже на индийскую тематику моя мечта которая думала никогда не существится но об этом попозже вот так что у меня за ноябрь декабрь вот две работы одна такая и и одна маленькая и покажу чуть-чуть продвижение по своему домику от dimensions тоже вам потому что я его немножко вышивала но у меня не хватило запала на это дело я говорю про вот этот вот дом он мне не разонравился просто мне его вот не хочется вышивать я на него смотрю он мне безумно нравится но вышивать мне его не хочется в общем я уже отшила там практически вот эту вот всю часть я уже отшила вот это все у меня вышло кроме long stitch и back stitch но это быстро делается и вот такой кусочки не буду снимать с пялиться я тоже тут чуть поковырял сделал эту овечку и овечек дело в 3 нити они получаются таки больше выделяются ну как бы этого эффекта я и хотела а остальной дизайн я вышиваю в 2 что меня полностью устраивает потому что в 3 нити нет это слишком долго слишком уторно я не люблю вот так что домик тоже идет к завершению здесь осталось вышить мне как бы вот эту часть это все крестики и long stitch и вот полу крест и все закончится что back stitch я делаю по ходу у меня нет никаких поэтому так сказать как сказать нет у меня каких-то хвостов по этому поводу вот давайте скажем так теперь давайте я вам покажу две работы которые я купила из магазина silver needle уже готовые и оформленные в паспарту меня это не смущает нисколько я могу так покупать это моя будет у меня уже есть одна работа которая купила с рук готовые фа и оформленную меня это не смущает нисколько вот первый вот такой сюжет это у нас джаз нам winter in the square стоило на 15 долларов с паспарту постридцать 4 паспарту это было грех не купить 3233 эти сюжеты как вы знаете невозможно найти у меня есть только осенний таким-то чудом куплены у бабули с рук и я увидела этот и сказала что надо брать за такие деньги за 15 долларов оформленном виде я подберу рамку повешу сразу на стену вообще я не переживаю по этому поводу что это вышивала не я потому что есть себе ну как бы была возможность его вышить хотя бы найти я бы их уже купила но нет возможности даже купить потому что такие шармы тяжело найти как бы схема в интернете то есть я нашла вот шармов нет есть другие на сюзан кларк но не такие посмотрите какая красота тоже любовь за 15 долларов просто было грех не взять вот первая моя работа такая и 2 это тоже джаз нам вот такой сюжет не влазит полностью это у нас джаз нам нанс картон 25 долларов стоила эта работа тоже тройное паспарту вот такая красота этот сюжет тоже очень тяжело достать но купить здесь вот такая жаба он мне нравится очень нравится я конечно бы хотела бы его вышить по крайней мере купить но я его так и не нашла большой положу так вот я его не нашла поэтому купила готовую работу тоже меня это ничего не смущает я подберу рамку какую-то светлую белую мне кажется здесь будет отлично и оформлю повешенную стену ежики есть и сладкие он покажу вот так такой шарм жабка красивая арка в общем прелесть меня не смущает что эти работы вышиты не мной кем-то другим что как бы я не получила удовольствие от того что я их вышивала для меня это вообще не имеет никакого значения тем более я не покупаю работы которые я могу вышить сейчас или схемы которые у меня есть потому что в магазине была возможность купить еще работы от шепард буш в оформленном виде я хотел купить еще одну но потом подумала что нет я ее вышью сама вот и да и джаз нам который вот невозможно найти тем более сюжет который мне действительно нравится я купила в готовом виде вышитым кем-то другим я очень рада что какая-то часть вот у меня есть других людей других вышивальщиц которая вкладывала сюда свои старания свое время причем я так предполагаю что это вышивал кто-то из магазина на silver needle поверьте там шикарные женщины вообще просто работают дай бог здоровья долгих лет работы долгих лет вышивки потому что они конечно восхитительные женщины очень такие дружелюбные очень они располагают к себе любят поговорить но в общем они чудесные поэтому я рада иметь часть так сказать этого магазина у себя дома потому что все таки я этот магазин люблю всей своей душой вообще потому что они шикарные я и онлайн заказываю у них и второй раз вот мы ездили я ездила с катериной стич она приезжала ко мне в гости видите тут три паспарту это восхитительно я считаю за такие деньги и давайте еще я вам покажу свои покупки которые там сделал начнем с мелхилл голос что-то меня покидает совсем начнем с мелхилл первое вот такой мистер гобл на турки индейка не такой на день благодарения так понимаем что это пуговицы очень красивые кстати я не видел такой набор никогда мне очень нравится здесь тут хэллоуин хэллоуин что тут бадис какой-то домик там еще кто-то есть принципе вся серия красиво у меня есть из этой серии вот этот еще набор и все других нет я прошу прощения с ним совсем совсем голос красивый бисер в общем все мне нравится красивые нитки следующее я люблю петухов я купил еще такой спринг крустер чудесный петух пуговицы тоже хорошего качества в принципе бисер один пакетик кстати здесь а здесь пуговицы я думаю что это перевыпуск мне кажется эти наборы вот и скорее всего буду вышивать на ткани подушечки потому что это вот я и по второй раз уже посмотрела в этом магазине именно вышитые на ткани наборы мелхилл это конечно прелесть прелестно это того стоит вышивать именно на ткани делать подушечки с этими там висюльками всякими при бомбасами это чудесно следующий набор у нас ауту лист вот такой вот боже забыла как называется венок я зависит совсем досмотрелась на пуговицу на превью и зависла пуговицы красивые хорошего качества кстати пуговицы неплохие мне кажется перевыпуск я никогда не взял этот сюжет и тоже буду вышивать на ткани и вот такая вот красота это у нас christmas village очень известный сюжет кать сказала бери потому что его тяжело найти ну я и взяла было в достаточном количестве можно было выбрать красивые пуговицы вот мы взяли мне кажется что у меня пуговицы есть отдельно тоже буду вышивать в подушечку какую-то все покупки сюда здесь ничего не пойдет вот я купил такую и за хопат шепард буш там не было их много их было штучек пять одной подарила катюшки потому что я подарил сюжет как бы с таким же вот орнаментом как на сизер фоб себе купил такую ведьму она из 3 core 3 3 я планирую обязательно вышивать весь свой шепард буш который у меня есть остальные три были такие какие-то странные очень вы знаете вырванный кусок из них сюжета и как-то непонятно вообще что то ну и теперь давайте джасна джасмин микс у меня есть что-то там winter mix по-моему называется такой красивый шар я вот джасман очень много покупаю но к сожалению пока не вышиваю надеюсь мне не забанится то что я показал там тут ключ у нас конечно большой это хай хопс вот у меня повтор как мне говорил бит у тебя такой есть и грудь не нет у меня такого надо брать нету есть поэтому этот пойдет куда-нибудь на продажу наверно ну как бы у меня есть второй зачем мне два шарм здесь обалденный просто обалденный шар тяжело мне уже говорить но я до запишу это видео еще минут записать еще одну с итогами дальше вот такой вот love letter love letters я очень долго думала брать его или не брать но взяла потому что он мне нравится очень красивый здесь вот что тут у нас здесь по моему можно вышивать шелком а можно вышивать dmc да и здесь есть перли он очень красивый мне нравится получается я его никогда не увидела отшитым здесь два таких вот шарма но решила взять в общем я буду показать перемешку купила вот такого снеговика шепард шепард буш сноу queen у нас такой детка есть здесь мама наверное ребеночек есть такой очень давно мне всю жизнь нравится и не знаю я надеюсь вышить его тоже в следующем году в этом году я уже ничего не буду много начинать такая ткань красивого зеленого какого-то болотного цвета ниточки как всегда красотящие две пуговички такие снежинки цветочки и сердечко чудесно я бы конечно хотела собрать всю серию снеговиков наверное я так и сделаю обожаю вот это вот и паспарту и вообще оформление все это очень красиво конечно ничего не скажешь далее я купила две не могу сказать что мечты но покупки такие я на них давно смотрела наборы они были на распродаже каждый стоил 1250 до получается что я в 2 купила за 25 долларов это у нас ланарты такие вот детки у них еще надо купить такой сюжет я увидела на ebay за 20 долларов может быть сейчас после видео куплю чтобы уже знаете было такое дополнение вот такие детки очень они мне как бы давно нравятся и но они у меня есть в закладках на эти или не знаю на ebay где-то есть но там они по 40 долларов каждый стоит а здесь так попало вот что мне повезло я купила за 25 два набора чудесный набор обязательно буду вышивать они в принципе такие не очень-то большие 21 на 27 и здесь по моему не полная зашивка крестиком все вышивается улыбка не дальше у нас есть вот такой джаз нам это перевыпуск christmas piece чудесный набор очень мне нравится вышитым видела в инстаграм великолепный чудесный панк здесь тоже красота грех было не взять нитки здесь dmc по моему только а еще один у перле ну это креник тоже есть великолепный у меня звонит телефон но я думаю этого нам не помешает также джаз нам кристалл ноэл я долго думала брать схему или нет кого на превью вообще ничего не понятно но пак здесь обалденный там так много трежешься всяких бисер такой крустальный тоже стоило 10 долларов надо брать пусть лучше будет чем не будет чем я руководствуясь всегда когда что-то покупаю и вот такой вот это у нас пентагон у меня есть данная схема но у меня без пинов в магазине были спинами поэтому я взяла спинами а свою продам здесь ниточки dmc только бери да вышивай он мне очень нравится кстати очень красивый прям чудесно надо взять и вышить вот ты появились красивый кстати делаю очень даже симпатично там это было тоже в достаточном количестве и покажу вам подарок который мне сделала катерина стич дай бог здоровья спасибо огромное за этот подарок потому что это вообще прелесть прелестная обожаю метку вот слайд шарм тигр который есть вот как фонтан сделан мне еще очень нравится вот эти вышиты не знаю что это игольницы или просто какие-то непонятные штучки сюжет восхитительный катюшка спасибо тебе огромное не конечно здесь очень так много но меня это не смущает нисколько обязательно буду вышивать что здесь за лен 30 каунт нужно закрывать такой лен все он еще есть наличие и вышивать обязательно вшивать он великолепный и сейчас я вам покажу еще одну мечту которую мне подарила тоже потери настич на новый год вот такой лан арты она знает что я люблю все египетская и как бы мы делали друг другу подарки я даже ей наклейку наклеил открытия новый год но какой-то мы потом сидели смотрели чуть работали для 3 рубля ну и давай откроем давай в общем открыли свои подарки конечно же раньше потому что не было сил терпеть вот мы открыли раньше и это просто был у меня открылся рот и долго не закрывался моя мечта египетский сэмбри от лана арты вот такая красота я обязательно буду его вышивать обязательно просто он конечно большой 39 на 49 меня это не останавливает мне много больших работ вот так что катюшка огромное тебе спасибо просто огромное он восхитительный обязательно его буду вышивать тем более то подарок это была моя мечта и просто грех знаете положить не хочу чтобы он долго ждал но я думаю что он долго ждать не будет может быть где-то к лету его начну мы посмотрим получится следующем году я планирую его вообще вышивать обязательно вот цвета просто космос так что катюшка спасибо тебе огромное дорогая вот на этом я это видео заканчиваю больше мне вам показать нечего сейчас я постараюсь записать видео об итогах если мой голос меня совсем не подведет и не пропадет нигде по дороге и мы увидимся с вами следующем видео спасибо что вы меня смотрите я поздравляю вас со всеми праздниками которые вот уже у кого-то прошло рождество у кого-то еще наступает с новым годом также всех вот желаю нам всем счастья добра мира конечно же чтобы все таки поскорее поскорее мы пребывали в этом мире уже чтобы этот мир от нас никуда больше не уходил я вас благодарю спасибо вам что были со мной пока пока так я я я я я я я Продолжение следует... 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 Продолж... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...